На первый домашний матч волжане вышли с правильным настроем. Наверное, поэтому уже на пятой минуте ульяновским футболистам удалось открыть счет. Никита Супагин, совершив фланговый проход, ворвался в штрафную, где в борьбе с защитниками сохранил мяч, а подоспевший на помощь Евгений Воронин отправил мяч в сетку. Обескураживающее начало могло сыграть с гостями злую шутку. Волга на эмоциональном подъеме могла минимум дважды увеличивать счет. Но и с ударом Артема Делькина, и с ударом Аслана Дашаева отлично разобрались голкипер и защитники «Динамовцев». Гости пришли в себя в середине первого тайма. После розыгрыша углового мяч, запутавшийся было в ногах футболистов, нашел нападающий «Белоголубых» и отправил его в ворота. После этого игра более-менее выровнялась. Но за 10 минут до перерыва еще один контрвыпад «Динамо» закончился взятием ворот Андрея Климовича. 1-2. Соперник воспользовался двумя подарками, которые мы им подарили. Я по-другому не назову, это реально два подарка. Причем не созданные моменты голевые, а простое выбегание. Заработали угловой, с которого они забивают не прямым ударом, а из кучи там. И второе – это вбрасывание аута, к чему готовились и не смогли этому противостоять. Опять-таки, я еще раз повторю, это два подарка. Не более того, соперник в позиционных атаках, в быстрых атаках ничего извлечь не мог, не было моментов. Во втором тайме, после ряда совершенных замен, «Волга» начинает возвращать себе утраченное преимущество. Хозяева чаще и креативнее атакуют, но «Динамовцы» сдерживают натиск желто-черных. На 70-й минуте на помощь «Волжанам» пришел стандарт. После розыгрыша у главого Айдар Хабибуллин ударом головой сравнивает счет. До финального свистка «Волжане» могли несколько раз спасти игру и заполучить столь необходимые три очка. Но защита «Динамовцев» выстояла. Итоговый счет 2-2. Две команды наиграли на ничью. Просто, если так говорить, то, что у нас план работал, и мы выбегали в очень хороших 3-5 атак, где надо было просто разобраться с мячом. То, что понимали, что сейчас нам сложно в нашей ситуации играть, так скажем, встречный футбол с «Волгой», мы это понимали. Поэтому отдали инициативу и играли, так скажем, вторым номером и на быстрых ответных атаках. В принципе, там реализуй, доиграй эти моменты. Я думаю, могли увести больше. В итоге «Волжане», положив в свою копилку одну очко, поднялись на третье место в турнирной таблице. Следующий матч вновь выездной. 13 апреля «Желто-Черные» сыграют в «Миасе» против местного «Торпеда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...